Какие ассоциации у вас вызывает слово озеро? Наверняка это благоухающая природа, прозрачная вода, сквозь которую видны разноцветные камешки на дне, пьянящий воздух и безмятежные посиделки у костра. Но не все озера на нашей планете подходят для отдыха, некоторые водоемы таят в себе угрозу для жизни и здоровья человека. На счету некоторых озер тонны ядовитых испарений, таинственные обитатели глубин, мощные подводные течения и тысячи загубленных человеческих жизней. О них, озерах-убийцах, мы и хотим поведать в нашей статье. Озеро Смерти, Италия. В Италии есть опасный водоем Озера Смерти, в водах которого содержится высокая концентрация серной кислоты. Жизнь в таком водоеме невозможна по определению. Любое живое существо, попавшее в озеро, погибнет в течение считанных минут. Поговаривают, что итальянская мафия с помощью Озера Смерти избавлялась от неугодных для нее людей. Правда это или нет, мы никогда не узнаем, поскольку озеро уже давно растворило все улики. Кипящее озеро, Доминика. Кипящее озеро расположено на территории Доминики, на высоте 0,8 комнат уровня моря, в густом тропическом лесу. Температура воды в этом водоеме составляет, водоем буквально закипает и над его бурлящей серовато-голубой поверхностью постоянно висят облака пара. Если кто-то решится искупаться в кипящем озере, то тут же свалится заживо. Озеро образовалось в фумароле, так называют трещину в земной коре, которая соединяется с магмой. Магма вытекает из трещины и попадает в водоем, разогревая его почти до точки кипения. Натрон, Танзания. Натрон – одно из самых жутковатых озер в мире. Из-за особых микроорганизмов вода в водоеме стала ярко-красной, ближе к берегу кирпично-оранжевой, ну и местами обычного цвета. Но пугает вовсе не цвет озера, а некоторые его свойства. Озеро заботится обо всей живности, оказавшейся после смерти в воде. Оно мумифицирует тела погибших птиц и животных, после чего вымывает их на берег. Этому способствует высокое содержание в воде минеральных солей, которые превращают тела погибших в реалистичные и жутковатые статуи. Бросно, Россия. В Тверской области есть загадочное озеро Бросно. Местные жители уверяют, что в нем обитает древний ящер. К такому выводу люди пришли после того, как ящер несколько раз переворачивал лодки с людьми. Запечатлеть эти моменты на фото или видеопленку, к сожалению, не удалось. Ученые исследовали водоем, но никакого ящера в нем не обнаружили. Зато они заметили, что на дне водоема протекают процессы разложения, которые время от времени приводят к образованию гигантских пузырей сероводорода. Газ, поднявшись на поверхность, может легко перевернуть легкую лодку. Именно это явление испуганные люди принимают за нападение чудовища. Озеро Мичиган, США. Озеро Мичиган выглядит вполне миролюбиво. Здесь никогда не видели древних чудовищ, гигантских пузырей сероводорода и других пугающих явлений. Тогда почему же мы включили его в список самых опасных озер на нашей планете? Все просто, в озере присутствуют сильные и непредсказуемые подводные течения, которые способны унести человека далеко от берега. Если кто-то попал в мощный подводный поток, то его шансы выбраться на берег стремятся к нулю. Устав бороться с водной стихией, человек рано или поздно теряет силы и идет ко дну. Мертвое озеро, Казахстан. Мертвое озеро вполне оправдывает свое название, ведь в нем нет никаких признаков жизни ни рыб, ни земноводных, ни водорослей. Местные жители называют водоем проклятым и стараются обходить его стороной, а беспечные туристы, которые не подозревают о дурной славе озера, часто тонут в его ледяной воде. Удивительно, что утопленники не всплывают на поверхность озера, а стоят на дне вертикально. Ученым пока не удалось разгадать загадку мертвого озера, ведь даже имея полные баллоны воздуха, водолазы могут находиться под водой не более трех минут, после чего начинают задыхаться. По одной из версий, на дне водоема находится расщелина, из которой выделяется едкий газ, убивающий все живое. Ниос, Камерун. Это озеро прославилось на весь мир летом 1985 года. Тогда из озера огромными пузырями стал вырываться углекислый газ. Ветер отнес смертоносное облако к соседней деревушке, где оно уничтожило все живое. В этот день от удушья погибли 1746 человек. Ученые выяснили, что углекислый газ просочился в озеро из кратера вулкана, в котором оно находится. Вулкан долгое время считали спящим, но в настоящее время он продолжает выделять углекислый газ, поэтому очередной выброс может произойти в любой момент. Теперь вы знаете, что на свете бывают не только тихие озера с прозрачной водичкой, но и опасные озера убийцы. Запомните, как выглядят эти водоемы, и постарайтесь держаться от них подальше. Озеро Карачай, Россия В Челябинской области расположен один из самых загрязненных водоемов на нашей планете, печально известное озеро Карачай. Достаточно побыть на берегу озера всего лишь пару часов, чтобы заработать радиоактивное облучение и умереть мучительной смертью. Еще в начале прошлого века это озеро было живым, но в 1950-х годах власти решили устроить здесь хранилище жидких радиоактивных отходов. В скором времени озеро планируют закопать, но это не решит проблему заражения грунтовых вод. Кавахаджен, Индонезия Это светло-бирюзовое озеро самое кислотное в мире, ведь оно заполнено концентрированной смесью серный и соляный кислот. Если в озеро опустить алюминиевый лист, то уже через 20 минут он станет прозрачным и тонким, как кусок шифона. Диаметр озера составляет 1 километр, глубина около 200 метров. Температура на дне водоема достигает 200 градусов, на поверхности около 60 градусов. Из-за высокого содержания метана озеро светится по ночам синеватым цветом. Несмотря ни на что, местные жители собирают вдоль берега серу и даже не надевают защитные маски. А вот туристов без масок к озеру не пускают. Лак-де-Гавса, Тунис Уникальное озеро Лак-де-Гавса возникло среди раскаленной пустыни всего за одну ночь. Это произошло в августе 2014 года. Ученые предполагают, что водоем появился из-за небольшого землетрясения, в результате которого в горных породах появилась трещина и миллионы кубометров подземных вод вышли на земную поверхность. Сразу после появления озера ученые предупредили местных жителей, что вода в озере может быть радиоактивной из-за расположенных неподалеку фосфатных шахт. Но это предупреждение учли немногие, и к Лак-де-Гавса по-прежнему приезжают толпы людей, чтобы освежиться в его водах. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.